друзья всем привет еще раз почему еще раз потому что я сегодня уже получается записываю это второе видео первое я записывал днем что я записывал я записывал такое некое дополнение к моему второму видосу обязательно пройдите по ссылочке либо в подсказке сейчас это где-то там на экране выскочит может быть это даже было уже склеено вместе с этим видео в общем если не видели обязательно посмотрите рекомендую там я маленько дополнил и сам ответил на будущий вопрос который могут у вас возник сегодня как я обещал я снимаю dance school снимаю но это наша любимая матовая бутылочка очень красивая наша модель к буду сегодня использовать получается уже уголь то есть прошлом очень позапрошлом видео я уже про него немного говорил вот я пока еще ничего здесь не настроил ничего не выставил и сейчас объясню почему а точнее даже задам сейчас вам такой вот вопрос а после вопроса поставьте паузу и потом ответьте вариант номер один как вы поступили вы бы сначала поставили бутылку и но выстроили композицию я имею ввиду штатив то есть угол штатива то есть вот это все короче говоря вы выстроили а потом бы начали подставлять угли это вариант номер один вариант номер два вы выстроили уголь положили бутылку еще так под добавили и уже снимаете как бы вы поступили уверен многие ответили вариант номер два смотрите почему вариант номер два если вы поставили бутылку и начинаете подставлять уголь когда вы будете фотографировать вы увидите здесь очень много пустых пустот и будет вам неудобно вам все равно придется бутылку поднимать как-то туда что-то подсовывать у вас все это будет куда-то катиться то есть это неудобно поэтому лично моя рекомендация выстроили первый слой угля поставили бутылку а после этого уже аккуратно аккуратно к нему подставили при этом уголь нужно будет немножко посортировать я имею ввиду убрать ненужные куски и выбрать самые такие красивые и в общем это все дело ставить если вдруг когда-либо вы будете снимать коммерческий заказ ну представьте что допустим вот это коммерческий заказ и вот мне его нужно сфотографировать я бы сказал бы чтобы мне выслали минимум три бутылки почему минимум три потому что во первых бутылка сама по себе она очень капризная я щас говорю не про отпечатки если я сейчас просто так вот ногтем просто ставлю царапины и потом уже не ототру к чему я это говорю уголь и он не мягкий и соответственно он будет царапать бутылку то есть вот представьте я положу бутылку стоит мне немножечко вот хоть чуть-чуть ее просто развернуть как получится что я уже оставляю здесь царапины и их получается не оттереть вот это очень важная рекомендация берите все время минимум по 3 был у меня как-то один случай у меня были заказчики они в штатах выслали мне свою продукцию но получилось так что это не был единственный экземпляр и больше просто тупо не было потому что это была тестовая тестовая модель которая выпустилась только в одном экземпляре и когда я это дело фотографировал я решил почистить точнее ну я протер этот предмет спиртом то есть убрался отпечатки я не знаю почему но он у меня пожелтел причем все швы которые есть он тупо стал желтый до этого такой проблемы не было потому что я до этого протирал мог я такое дело некую тестовую съемка мы просто обговаривали заказчиком как чё это сфотографировать и в итоге уже на чистовой съемке зараза получилось так что сам предмет стал желтым и вот это меня очень сильно расстроило потому что мне пришлось потом это все в постобработке тратить время это обесцвечивать это высветлять убирать вот этот ненужный желтый цвет а я снимал белое на белом и соответственно вот это смотрелось в общем ужасно было бы у меня два или три экземпляра я просто поменял бы и вообще не парился но окей ладно смотрите сейчас в общем буду ставить уголь все это будет показываться я не знаю может в паузе может в каком-то ускоренном режиме главное чтобы осна меня не потерял из виду хотя в принципе давайте так я сейчас переведу это все в ручной режим чтобы он никуда не двигался и будем дальше снимать ну вроде бы фокус там есть итак идем выстраивать наш уголь смотрите такой вот вам совет если вы снимаете что-то такое то что пачкается и выстраиваете ну допустим уголь и если бы я снимал бы что-то на нем такое то что пачкается ну я бы как минимум использовал перчатки вот сейчас я работаю без перчаток по сути они сейчас абсолютно не нужны но я взял мокрую тряпочку и постоянно буду вытирать руки итак будем выставлять наш уголь друзья у вас может возникнуть вопрос а чё ты его так сразу тупо не высыпешь уголь и нафиг ты сейчас все это вот так вот аккуратно аккуратно все высыпаешь во первых если я сейчас вот так вот кучей вот это все суда высыплю проблема в том то что пыль то есть получается вся эта пыль она здесь будет летать а я очень этого не хочу у меня потому что здесь ну как минимум есть белая стена и сами понимаете чего будет поэтому лучше вот так вот аккуратно аккуратно все это дело выставлять а еще когда вы выставляете тот же самый уголь их моя рекомендация по периметру побольше сделаете когда уже поставите бутылку вы сможете брать периферийный угли его подкидывать как второй слой где-то будет по сути логично и так в общем я высыпал кучу здоровенную кучу сейчас я еще вот здесь вот уберу секунду так что у нас тут получается жуткий пересвет так друзья секундочку кто к там пришел ну-ка идем сюда идем идем будешь у меня сейчас звездой текст идем 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 смотри туда друзья это мой пример к его зовут акбар такой резвый шустрый малыш ему все это дело тоже очень все нравится он все время ломится в мою комнату потому что для него здесь очень много всяких игрушечек помаши всем ручкой привет скажи всем привет всем привет да ему уже короче здесь все интересно все познакомились теперь ты у меня будешь звездой маши ручкой и мы пошли все снимаем дальше итак какой раз уже возвращаясь к нашему видео в общем смотрите батарейку я поменял все это дело поставил сделал тестовый снимок я уже заранее вижу что там жуткий пересвет что у меня тут с параметрами дать клину диафрагма 11 мощность вспышки получается этой 1 8 я не знаю зачем так много а я помню вспомнил мы же снимали ее получается с фильтром и поэтому пришлось поднимать так мощность поставлю мощность на одну шестьдесят четвертую сделаю кадр где где мой пульт пульт это очень важная штука так я надеюсь больше не буду обрывать запись и надеюсь она меня все время держит фокус в общем давайте посмотрим первый результат который у нас получается так что у нас выходит во первых у нас выходит вот такая вот картинка я вижу что здесь у нас пересвет потому что мощность вспышки здесь но она очень большая поставлю мощность вспышки ну придется еще на 1 128 давайте поставим на 1 128 просто сделаем снимок вот так давайте поглядим ну уже выглядит таким образом друзья ставим теперь уже нашу бутылочку и давайте просто поглядим что у нас может выйти хочу сказать что лапать бутылку теперь уже сильно нельзя будет потому что вы должны быть готовы к тому то что у вас будут отпечатки и здесь если вы будете менять позицию и и крутить лучше всего это держать сверху за крышку только на за верхнюю часть и за получается за дно вот ну давайте поставлю вот теперь что нужно сделать дайте я сделаю просто снимок ну-ка где я не знаю почему с первого раза иногда не срабатывает наш наш гудокс почему не срабатывает по не с ними давайте посмотрим что у нас получилось так ну что могу сказать могу сказать что у нас пересвет то есть явный пересвет на бутылки композиционно понятное дело что ведь сюда стоит немножко не очень но в принципе если вы бы снимали какую-то рекламу то самое место для нашего текста соответственно ну понятное дело надо сейчас убрать вот этот вот пересвет вообще если смотреть стопа балансу белому опять сейчас не урок ретуши значит поглядим как минимум где наша панелька хотя бы ну панелька выходи ну дать посмотрим то есть видите здесь вообще нет никакого цвета выглядит как будто она вообще чб я просто пипе . взял цвет и он даже ну что-то типа того но сами видите как сейчас у нас получается уходит в синий так я сейчас снимаю без фильтров и получается вот такой вот у нас синий оттенок сейчас мы это все дело исправим теперь либо двигать бутылку либо двигать камеру я буду двигать камеру чтобы лишний раз бутылку не поцарапать потому что так микрофон не задевает старапанная бутылка это плохо так секунду отрублю автофокус ну и давайте посмотрим так что у нас с вами тут вышло секундочку все равно надо поменять и при этом знаете что я думаю я сейчас возьму вот эти вот большие угли которые там есть и переложу как-то более наверх как там хочется утопить эту бутылку этих углях поэтому я немножко здесь получается такую вмятину как бы такое сделаю то есть вот так ну и теперь буду подкидывать подставлять же угли которые большие это что-то типа того что ли наша тряпочка давайте сделаем снимок вот сейчас секунду я думаю мне проще как раз таки вот теперь использовать уже пульт так вот здесь поменяем поставим чтобы мог с пультиком снимать все поставили ну и давайте посмотрим экран ноутбук я разверну к себе чтобы мне было удобнее все это дело видеть ну уже как-то поинтереснее единственное что надо будет подвинуть мне штатив но я имею до камеру так что не хватает получается в верхней части вот здесь дырка и ну здесь вроде бы как норм уголь надо большие куски как-то вот за что такое здесь кусочки больше скидать теперь получается видите вот здесь сверху пусто так я немножко поверну нашу бутылку кстати опять мой примяшка ломится сюда но я уже сейчас выпускать не буду потому что сейчас мы уже все вплотную снимаем вот тут уже друзья нужно пробовать экспериментировать и ставить так что получается я вижу что вот здесь очень получается пусто во первых дате ка я немножко еще свет повернул чуть-чуть поставлю вот так и и ну-ка что у нас получается немножко опять сюда и немного еще его выпрямлю примерно так второй свет хочется да в принципе пусть пока стоит но с другой стороны дать ка я без него один раз сфотографирую просто поглядеть друзья я на секундочку выключил нашу вторую вспышку просто поглядеть как у нас тут все получается так что у нас тут происходит во первых давайте-ка я поменяю немножко все равно так вот поставлю ну и соответственно надо теперь красиво раскидать наш уголь не хватает в двух зонах две зоны пустые ее немножко задел еще сзади не хватает спереди его вроде как достаточно ну давайте перекину сюда кусок вот уже лучше и получается вот здесь не хватает откуда взять ну могу принципе взять отсюда кусочек немножко покидать ну можно еще немножко вот сюда куда-то кинуть и это дело поставить есть немножко вот сюда получается где где-то вот здесь ну в принципе окей в принципе есть до уголь стоит итак смотрите сейчас я включу нам вторую вспышку ну и давайте просто поглядим что у нас из этого всего выходит бутылка вся пыльная и чуть-чуть хочется ее развернуть давайте чуть-чуть ее разверну опять-таки хоть бутылка пыльная все равно я ее трогаю только по краюшку чтобы не оставить отпечатки всю эту пыль я кисточка сейчас уберу вот уже как-то получше ну вроде уже как-то ну да как-то получше что у нас по фокусу вообще у нас тут выходит эти поглядим фокус есть единственное что обратить внимание вот эти наши уголечки они фокусе а здесь получается нет опять таки либо снимем двумя кадрами либо так оставим как есть в принципе можно так сказать не принципиально то есть сами потом решаем что у нас здесь посмотрю так так я думаю чуть-чуть просто совсем капельку вот эту вспышечку то вот так что поставлю и поглядим почему она не срабатывает сразу вот вопрос сейчас хейтеры goodogs скажут потому что это goodogs если это так ставьте лайк хейтеры goodogs так но чуть-чуть можно знаете чем проблема вот я снимаю на диафрагме 11 и это максимум на котором я работаю потому что чем сильнее вы закрываете диафрагму тем да понятно что грипп вы увеличиваете но при этом качество резкости оно теряется то есть увеличивается зона резкости но качество теряется почему я сейчас про это говорю потому что если я закрою диафрагму то мне не нужно будет вспышку ставить на мощность 1 256 и соответственно ну давайте ладно поставлю 13 максимум потолок опять таки это максимум потолок и сейчас вы сами увидите снимки будет уже немножко сам по себе темнее ну видно да снимок стал уже темнее то есть именно то что мне нужно помните да что я рассказывал что на 1 256 вот этот зеленый оттенок он там просто он там просто жжет я снимаю это все в раф и получается что баланс белу могу поправить прям в пост продакшен если вы снимаете я не знаю jpeg хотя я вообще всегда снимаю только раф ну раф плюс jpeg но jpeg я этот вообще никогда не использую поэтому если вы уж не знаю так снимаете прям jpeg ищите баланс белого так чтоб ничего у вас не синего ну смотрите я сейчас короче говоря поставил баланс белого на 5500 и уже нашей вот этой синевы нету ну да все баланс белого ровный я поснимаю серийно вот просто посмотрим будет оттенок не будет наблюдаем да все равно прыгать зараза оттенок вот слегка он тут есть то есть то нету ну как я и говорил на уже других мощностях уже соответственно этого оттенка нет осталось почистить нашей кисточкой бутылку и снять в чистку чистым кадром сделаем снимок вроде как пыль есть но не так как она до этого было если пыль попадает прям в какие-то щели глубокие берете кисточку поменьше и уже там аккуратно все это прорабатываете давайте поглядим чуть поближе так фокус у нас есть пыль ну конечно же пыль тоже есть и вот эта часть у нас не фокус еще раз говорю если вы хотите чтобы она была фокусе снимаем несколько кадров либо меняем как-нибудь так ракурс чтобы все это дело попало в один гриб но я не уверен что это дело попадет потому что все это дело вот так вот все криво лежит и соответственно фокусе там не будет ну давайте я сниму сейчас в два кадра потом уже все это дело потом смогу это склеить просто раз и в данном случае я сейчас фокус поменял ручной то есть ручками покрутил ну и думаю норм да весь уголь в резкости отлично 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 очень хорошо а почему это не сделал автоматическим то есть но автоматикой опять таки у меня сейчас зеркалка и хоть у меня здесь я не знаю сколько что четыре полном точки фокуса она не покрывает все поле кадра и соответственно придется тогда к этот как вы откручивать штатив ловить фокус потом заново выстраивать я это делаю не хочу поэтому я ручками покрутил и все стало норм давайте ка я верну как было я имею ввиду поймаю фокус теперь на нашей бутылке а вот на бутылке пойму уже автоматический точка фокусировки прям уже была там я здесь ничего не подвинуть не двинулась да все ок единственное что опять-таки мне сейчас не очень нравится знаете чем мне сейчас не очень нравится вот это потому что она уходит в пересвет и мне это прям 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 не дает покоя дать ка я его как бы мне это сделать либо вот так отодвину слегка допустим вот так ну ка сделаю снимок еще и не фокусе да я чрезмерно увеличил друзья в общем я немножко решил поэкспериментировать и добавить в нашу съемку дым в качестве дыма буду использовать вейп или вайп как правильнее точнее фиг его знает я изначально это не планировал думал просто сейчас сниму вот так вот и потом добавлю цветные фильтры но почему бы не поэкспериментировать я думаю получится что-то прикольное фокус поймаем сразу там он есть ну и пойдем снимать пульт есть все есть окей конечно придется сейчас мне получается тут корячится но другого выхода нет я же не буду пускать через какую-то там трубочку так сделаю снимок все все срабатывает подождите еще один да есть ну и поехали блин главное не кашлять ну ничего получилось в принципе что-то интересное единственно что козырек от кепки мешает нужно будет побыстрее оттуда чухать а зараза не успел но кстати все равно могу сказать что выходит интересно главное тут договориться с этим пультом и с этим дымом и вот у нас тут небольшой какой-то как будто запотелось пошла нет все но но только опять вот зараза кепка ну зараза не увидел сдаваться нельзя потому что что-то может из этого прикольное выйти единственное что главное не у курится но благо и раз повторюсь вейп он у меня здесь без никотиновый хотел сказать безалкогольный и меня тут не раскумарит ну тут как-то слабо нужно дать дыму побольше это получается нужно посильнее затянуться и очень медленно его оттуда выпускать но кей о эксперимент и слабо буду делать чуть поделать в общем сейчас будет туман походу в комнате ну тут переборщил могу сказать что нужно в общем практиковаться нужно пробовать и не сдаваться в принципе я уверен хороший вариант выйдет ну что буду дымить вот уже что там что-то сейчас предыдущие ну-ка смотрите вот что-то такое прикольно но дыма тут получилось 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 очень много давайте еще знаете что красиво красиво смотрится когда дым вот такой вот единственное что нужно мне сейчас как-то это дело так обыграть чтобы и дыма не было слишком много и ну понятное дело чтобы кепка не торчало вот был бы сейчас у меня ассистент заядлый вейпер или вайпер скорее всего вейпер да наверное было бы гораздо проще ну ладно будем сами неудобно честно неудобно как-то надо найти не так получается ой блин ну давайте пробовать я не сдамся ну максимально как могу в общем делаю ну смотрите уже уже достаточно такой вот получается могу сказать интересный интересный вариант да можно даже сказать есть интересный вариант конечно я в любом случае сейчас еще поснимаю потому что чтобы было побольше вариантов да вот это вот ничего так это я получается сверху отдалился и снял ну кстати мне нравится снимок прикольный 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 ну хорошо давайте еще не успел ну что-то что-то опять-таки интересно но вот это мне больше нравится зараза пульт меня подбил горло уже жжет даже не уже есть если вдруг друзья решили тоже вот это вот снимать возьмите как минимум без никотиновый вейп чтобы вас не раскрыли ну не разнесло потому что попыток попыток будет немало хорошо идем дальше что 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 не срабатываешь а уже что-то такое но те варианты мне нравились больше хочется какую-то вот такую опустить линию чтобы как-то сидел подчеркивалась а еще было бы можно было бы не знаю трубочка что какой-нибудь под бутылку залезть и выпустить дым прям из-под нее интересная тоже затея но опять-таки давайте еще пару раз попробую в любом случае два как минимум кадры есть и есть из чего хотя бы хоть как-то чего-то выбрать потому что у меня уже горло начинает болеть ну и как это не люблю в себя когда я говорю и все но при этом еще раз как минимум несколько раз я сделаю вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот и вот как тут остановиться если уходит интересный результат надо взять в команду вайперов как-то надо поддувать вот отсюда ну вот тоже вариант тоже есть есть на что снизу теперь не хватает ну давайте не спускаю посмотрим что будет о блин я по-моему курился уже смотрели фильм у куриные кстати прикольный фильм помню очень ну тоже я думаю мне надо как-то поменьше мощность поставить и так на слабенькой и снизу как-то пустить блин надо как-то это дело пустить снизу дурацкий пульт еще в общем друзья последние пару попыток горло болит уже делать не могу все пусть будет так зато поэкспериментировали тоже возьму себе это как некий набросок и тоже попробую в дальнейшем потом все это делать поснимать у меня тут в комнате прям все теперь прям ничего не видно прям как киношка друзья в общем такие эксперименты получаются когда мы используем дым но в данном случае я использовал это вейп я сейчас проветриваю комнату во первых смотрите всегда проветривайте комнату если у вас стоит техника в которой есть кулер и в данном случае у меня макбук в нем активно работают кулеры и получается если вот этот весь пар засасывается внутрь то вы сами понимаете что этот вейп он там состоит из глицерина и получается что весь этот глицерин может в жидком состоянии застрять именно внутри ноутбука поэтому не парьтесь жидкость если у вас в комнате есть техника с кулерами вся эта жидкость я имею ввиду глицерин короче говоря может осесть там а я это очень сильно но в данном случае вы не хочу чтобы макбуки это все было поэтому я проветриваю комнату принцип понятен получается интересно и даже надо было в принципе и с цветными фильтрами попробовать и с на самом деле ребят честно у меня горло уже прямо режет я сам по себе человек не курящий я бросил но сколько я уже лет десять наверное ну да лет десять нет может быть 9 в общем 9 или 10 лет я не курю вообще сигареты не курю я не не из курю ни одну сигарету я бросил я самый счастливый человек и рекомендую всем бросайте курить это на самом деле очень вредно сейчас все могут похвастаться что курит но мало кто может похвастаться что не кури в моей молодости те кто курили они считались крутыми а те кто не курили типа как аутсайдеры и тип было как-то стрёмно в итоге приоритеты в жизни все поменялись и соответственно еще раз говорю курить это вредно бросайте и не курить сейчас комната практически уже проветриваясь это дело все до конца выветрится и уже будем использовать фильтры будем использовать фильтр номер 126 и фильтр номер 116 пойду их крепить туда на скотч скотч кстати но я уже это говорил в одном из видео по моему это в первой части нет не 1 2 то что заранее отрежьте себе кусочки скотча для того чтобы потом было легко их найти и соответственно быстро приклеить а то часто бывает такое что потом начинает здесь ну как вот все приготовили а потом начинают сидеть и грызть скотч и занимает время поэтому лучше заранее все это подготовить все прикрепил сделать закрепил и давайте теперь сделаем снимок как всегда я уже предвижу что не сработает с первого раза вспышка поэтому я первым кадром просто щелкнул смотрите как прикольно красиво горит уголь единственное что мощный вспышек здесь сейчас очень очень маленькая давайте поднимем мощный вспышек это было все на мощность 1128 поставлю мощность хотя бы давайте 132 на вспышки а это вот эта вспышка сделаем снимок что у нас вышло ну гадать со стороны посмотрю ночью смазь как прикольно смотрится не знаю что такое ощущение что фокуса нет я сейчас уберу если фокус перри проверю хотя с другой стороны нет фокус есть это так кажется знаете как красиво сейчас смотрится наш уголь и как красиво передается цвет вот мне это прям очень нравится 132 да я там поставил мощность укрытия поставлю мощность не 1132 один просто 164 посмотреть посмотреть посмотрите тоже ничего но при этом не знаю я думаю снимать на мощности то есть 1 все у меня скирос на 1 64 чем на 1 32 то как зеленый цвет мощно зеленого цвета я думаю ее достаточно ее нормально слушайте вот прям вот и все же друзья хочется добавить давайте посмотрим тоже прикольно может зараза с дымом очень классно что я понимаю вещество и вот и вот и вещество и вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, прикольно, очень нравится Люблю я экспериментировать в этом плане И опять-таки придется мне Искусство, друзья, требует жертв ДимаTorzok Все, последний раз больше не могу Серьезно, друзья, честно, уже прямо аж тошнит Все, больше не могу и больше не хочу Все-таки это вредно Я думаю, результат виден Очень прикольно выходит Сейчас просто сниму без фильтра Еще раз, чтобы мы просто посмотрели То есть, получается Без фильтра, я имею в виду без дыма Без дыма получается Вот, смотрится все это дело тоже прикольненько Красивенько Сейчас я немножко это увеличу Да, смотрится так ничего Но я думаю, со мной многие согласятся Что дым дает какой-то свой Какой-то некий шарм в этот снимок И, кстати, угли даже не похожи теперь на уголь Прикольно цвет отображается Прикольно это все смотрится Все просто перелистываю Да, классно Все, возьму себе команду ассистента Который умеет жестко парить Я имею в виду сейчас, я говорю про вейп Понятно Вернусь к нашему тому снимку Где он был То есть, ну какой-нибудь пусть будет Вот Все же, вот даже сейчас смотрю Да, ладно, пусть будет Да Красивый снимок Мне нравится Если его еще проработать Ретушировать Будет классно Друзья, в общем, вот такие вот Сегодня у нас были эксперименты Я очень рад, что я снимал именно сегодня По большей мере Потому что вот сейчас у меня за окном уже начался дождь И я слышу, как дождь капает И бьет по козырьку И это очень Все дело слышно То есть Получается, что Следующие три дня Как минимум Я ничего уже записывать не смогу Следующие вообще Наши видео Я уже планирую записывать У нас в школе В фотостудии Потому что сейчас уже Как ни крути Карантин начали Ну, уже он стал Его начали ослаблять И Я думаю На днях уже можно будет пойти в школу И там снимать Потому что там на самом деле Мне будет гораздо Просторнее Удобнее Потому что я сейчас снимаю Вообще в таких Совковых условиях У меня даже здесь Элементарно нету Журнального столика Чтоб что-то туда поставить Но Я думаю Все равно То, что мы снимали И как я выкручивался Из ситуации Все равно получились Интересные видосы Которые будут Многим полезны Следующее Что будет? Следующее Будет Ретуши Я Наконец-таки Буду записывать То, как я это делаю Все это Ретуширую Вот А по поводу Что я буду следующее снимать Друзья Я сейчас Честно Не знаю То есть Я говорю сейчас На данном случае Про фото То есть Будет ли это предметка Может быть Это будет Какая-то Фуд-фотография Может быть Это будет Портрет Стрит Пейзаж Я не знаю Ребят Все зависит От настроения Это вдохновение Не хочется записывать Лишь бы что-то записать Потому что Нужно записать И это дело Выложить Нет Так я это дело Не люблю И то, что я сейчас записываю Это просто дело Делаю от себя Не забывайте Подписываться На наш канал Фотошколы Я имею ввиду Ютуб Ставьте обязательно Лайки Для меня это сейчас Очень важно Потому что я понимаю Что канал Абсолютно Нигде Не ротируется Его никто не видит Но чем больше Вы Ставите лайки Подписывайтесь С тем получается Где-то он уже Будет у нас Высвечиваться Ну и плюс Согласитесь Это приятно Делать Видео для тех Кому это интересно И соответственно Когда я вижу Что людей Становится больше Им это интересно Ну и соответственно Мне Как-то Ну у меня будет настроение Все это Короче говоря Записывать Подписывайтесь На наш канал Ставьте нам Лайки Заходите на сайт Нашей фотошколы Инстаграм Добавляйтесь Друзья В фейсбук В контакт Всем буду рад Есть еще профиль В Behance Так что Так Все друзья До следующих наших Видосиков Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok